Нижний Тагил Здесь всегда выше чинов и денег ценилось ремесло, умение делать дело. Наверное, поэтому на главной площади города возвышается не политический деятель и не всемирно известный писатель, а сразу двое уральских мастеровых – Ефим и Мирон Черепановы. В истории отечественной техники имя отца и сына Черепановых связано с созданием первого русского паровоза. И это справедливо. Хотя, прежде чем заводчик и гермейстер, и коммергер двора его императорского величества Павел Николаевич Демидов позволил тагильским механикам приступить к постройке этого пароходного дилижанса, оба мастера много чего обустроили на его заводах. Старший Черепанов, Ефим Алексеевич, бывший к началу постройки паровоза главным механиком всех нижнетагильских заводов и кавалером большой серебряной медали на Анинской ленте, успел побывать в Англии. Вернувшись, он по памяти восстановил устройства виденных им механизмов и построил для Демидовских заводов четыре паровых машины. Две из них откачивали грунтовые воды из рудных шахт глубиной до 85 метров. Нужно сказать, Демидовы не особо родили инициативе своих крепостных мастеровых относительно технического оснащения производства. Предприниматель, он всегда думает только об одном, о чистой прибыли, а вкладывать средства в технический прогресс, когда вокруг столько дешевой рабочей силы, ему не резон. Отсюда мысль о создании в Тагиле пароходного дилижанса целиком исходила снизу. К этому времени идея использования паровых локомотивов захватила Англию, самую передовую в промышленном отношении страну того времени. Младший Черепанов, Мирон, который в 1833 году тоже был командирован на Альбион, сразу ухватил мысль о перемещении грузов на расстояние посредством паровой машины, установленной на колеса и движущейся по чугунным рельсам. И то сказать, использование рельсовых путей в тогдашней российской промышленности было не новое. И на Алтайских заводах, и в Волонецкой губернии вагонетки с грузом передвигались по деревянным или металлическим рельсам, но с помощью ручной или лошадиной тяги. А здесь пароходный дилижанец сам бежит по рельсам и еще вагонетки за собой тащит. А человек только знай подкидывает дровишки в топку. Вот бы такое в Тагиле устроить. Зачем это нужно? А к чё, руду из шахты на завод подвозить станем? Как-никак три версты слишком? Так а пароходка за одну естку сможет двести пудов руды доставить? И людей высвободим? И опять же лошадок? Мысль курьезная. Однако хочешь, попробуй. Но помощи не проси. Как управишься, так и выйдет. Ак и возьмусь? А вось бог не оставит, да тятя помогут. И вот в конце 1833 года в механическом заведении выисково-медиплавильного завода Демидовский крепостной «Берон Черепанов» берется за проектирование и изготовление первого русского паровоза. Что же из себя представлял этот паровоз, который в те годы называли то паровой телегой, то пароходным дилежанцем, а то и просто пароходкой? Вот так выглядел первый паровоз Черепановых 1834 года. Это тележка, на которую поставили сверху паровой двигатель. То есть здесь мы видим как раз печку. Топилась печка раньше дровами. К ней присоединяется большой паровой котел. То есть медный чайник, обшитый деревянными досками, чтобы лишний раз вода не остывала. Мы видим здесь, что сверху из котла выходят две детали. Это рычаг управления паровым двигателем и клапан предохранительный. В момент излишков пара лишний пар выходил как раз через клапан. А здесь еще есть рычаг, с помощью которого подавался пар в паровые цилиндры. То есть подавлением пара поршень идет в цилиндре и давит на коленчатый вал, который находится как раз на задней оси больших колес. Это были рабочие колеса. Передние колеса были меньше по диаметру. Это были колеса направляющие. Спереди паровоза мы видим зольник и высокую трубу. Труба делалась высокой, потому что была хорошая тяга. Ну и еще, чтобы дым шел поверх головы. В конце лета 1834 года этот проект обрел плоть. А еще через месяц на выиском поле был собран рельсовый путь длиною в 400 сажен для пробных испытаний. И 9 сентября состоялся, что называется, премьерный выезд Черепановской пароходки при участии пермского губернатора и стечении народа. Как писали потом приказчики в донесении Демидову, губернатор с особенным любопытством осматривал пароходку и даже изволил кататься на ней. Причем с особым чувством благодарил наших механиков, а старшего Черепанова даже целовал. ПЕСНЯ Эта опытная, менее чем в километр, чугунная линия, проложенная на выиском поле, и стала первой в России рельсовой дорогой на локомотивной тяге. А потом, потом все вышло как всегда. Строителей первого российского локомотива поблагодарили, наградили. Мирон, как и ранее Ефим, получил вольную. А пароходный дележанец канул в лету. В 1837 году в России появилась первая постоянно действующая дорога между Петербургом и Царским селом. Обслуживали ее английские паровозы. И это при том, что Россия была единственной после Англии державой, где делали свой доморощенный локомотив, который мог перевозить свыше трех тонн груза при скорости порядка 15 километров в час. При этом в той же Франции или Баварии поезда еще долго продолжали ходить на конной тяге. Черепановы разделили судьбу большинства крепостных мастеров, чьи изобретения остались в единственном числе и широкого практического применения не получили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К концу 19 века на российских железных дорогах заморские локомотивы все-таки сменились отечественными. И уже на знаменитой Транссибирской магистрали перевозки осуществляли паровозы российского, но все же не уральского производства. И в 20 веке Урал, где были развиты, почитай, все виды промышленности, машиностроение для железных дорог обходило стороной. Дело, начатое отцом и сыном Черепановыми, казалось, навечно закоснело в бронзе и граните. Стоп! Мы произнесли слово «гранит». Это не случайно. Для кого гранит – символ памяти и давно ушедших веков, а для нас – самое что ни на есть в настоящее время. Субтитры создавал DimaTorzok Осуществляется грузовое движение, причем приоритет по тяжеловесным поездам с востока на запад. Соответственно, некая неравномерность существует в загрузке. И эту проблему каким-то образом приходится решать сегодня железнодорожникам. Ну а мы в развитии, скажем, локомотивостроения, я считаю, должны предложить решение этой проблемы от нас, от локомотивостроителей. Идея создания уральского локомотива возникла в 2003 году. В какой-то степени эта идея родилась благодаря тому, что Урал является родиной русского локомотива, родиной русского паровоза. Но, скорее всего, дело здесь в другом. И дело здесь в том, что на тот момент Российские железные дороги оказались в очень сложном положении с точки зрения обновления подвижного, тягового подвижного состава. После распада Советского Союза ровно половина производства магистральных электровозов осталось за пределами Российской Федерации. Таким образом, базы для пополнения подвижного состава, тягового подвижного состава в России на тот момент не оказалось бы. Вторая причина, которая побудила заниматься этой проблемой, это, конечно, высочайший промышленный потенциал Свердловской области и Свердловского региона в частности. Огромное количество машиностроительных заводов, заводов оборонного комплекса. Ну, все это как бы создавало определенную базу, создавало определенную предпосылку для развития, по крайней мере, для того, чтобы серьезно задумываться на эту тему. Ну, и не могу не сказать, что в этот момент очень большую поддержку идея получила со стороны руководства российских железных дорог. Вот таким образом идея родилась, идея начала жить. Должен сказать, что в Екатеринбурге был достаточно сильный научный потенциал, который позволил разработать достаточно хорошую машину. И вот общими усилиями в кратчайшие сроки сначала была разработана модель модернизации действующего парка локомотивов ВЛ-11. И практически не останавливаясь, была сделана новая машина, 2С6, которая называется, это двухсекционный магистральный электровоз, который получил такое групповое семейное название Синара. Одновременно с этим возникла необходимость возить быстрее, возить составы большим весом, то есть оптимизировать перевозочный процесс в российских железных дорогах. Была сформулирована задача нашим главным заказчикам АО «РЖД» о создании новой машины с асинхронным тяговым приводом. По сути, это локомотив нового поколения с кардинально другими, с кардинально лучшими потребительскими свойствами. И, естественно, мы попытались найти какие-то возможности альянсов с мировыми лидерами производства тяжелых грузовых локомотивов. После консультации с нашим заказчиком российской железной дороги мы остановили свой выбор на мировом гиганте компании «Сименс». И как бы тут вектора наших настроений, наших предпочтений совпали. «Сименс» тоже с большой готовностью, с большой заинтересованностью откликнулся на эти предложения. Меньше чем за год был создан новый локомотив 2С10 «Гранит». И параллельно продолжался и продолжается выпуск электровозов 2С6 семейства «Синара». Эта машина 2С10 «Гранит» она предназначена как раз для уральских полигонов, для Среднего Урала, для Южного Урала, для сложного гористого рельефа, где есть перевалы, где надо тянуть, где надо тормозить. Такой серьезный состав. Вот был проведен состав, чего раньше никогда не было вообще в России, это было первый раз по Транссибу из Западной Сибири, был выведен в Европу, в европейскую часть России, состав весом 9000 тонн. Это беспрецедентный случай, это получило высочайшую оценку со стороны всех специалистов, со стороны руководства российских железных дорог, со стороны руководства «Сименс». Все первые лица принимали участие в этой поездке. Это было не только пафосно, это было очень торжественно, очень правильно, очень красиво, когда вот такая машина через уральский хребет ведет состав весом 9000 тонн. Это при том, что по равнине такой локомотив может везти в поезд 16-17 тысяч тонн. Это для не специалиста, это может быть цифра не звучит, для специалиста это прорыв. ПЕСНЯ 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 Вся база этого локомотива, в том числе и система управления, это создано руками российских конструкторов. Сегодня этот локомотив позволяет реализовывать веса поездов на 30-40% выше, чем локомотивы, существующие сегодня в эксплуатации. Это достигнуто за счет, прежде всего, привода асинхронного и за счет экономной системы управления этим локомотивом. По заложенной нитке графика можно провести теперь больше груза одним локомотивом. Причем речь идет о том, что поезд ведет один локомотив, а не два локомотива, где две бригады. В этом достигается основное сокращение эксплуатационных расходов и по нашим расчетам они достигают более 150 миллионов в год на пределах Свердловской железной дороги. Это очень значительные суммы, на которые действительно надо бороться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Свердловской железной дороги. В первую очередь удобство управления. В кабине заметно меньше шума, чем на ВЭЛах. Устаешь меньше во время поездки. На дисплее выводится больше информации. Уже видишь по всему электровозу, по всем узлам вся информация выведена. Скорость движения больше, так как мощности больше у этого электровоза. Соответственно, и в затяжных подъемах скорость больше. Здесь управление намного проще, чем на ВЭЛ-11. Комфортная кабина, удобные кресла, кондиционер. То есть и не зимой, и не летом не устаешь. И кроволновка, холодильник. В этом плане локомотив отвечает всем мировым стандартам. И внешне красив, и отвечает своему названию гранит. Ну как, не заглохло дело Черепановых? Но это еще не все. Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту электропоезда Дейзера Рус-Ласточка. К вашим услугам вариативный и климатизированный пассажирский салон поезда, который подкупает ощущением простора, перспективным и современным дизайном. Обращаю ваше внимание на эргономичные, удобные кресла. Конструкция кресел поезда «Ласточка» разрабатывалась с учетом не только аспектов практичности. В ее основу положены принципы антропоматери. Электропоезд является безусловно инновационным во всех отношениях по сравнению с морально устаревшими зелеными электричками, как внешне, так и внутренне. В первую очередь это улучшенные эргономические свойства, экономичность, безопасность, комфорт салона. Помимо этого, для удобства и комфорта пассажиров предусмотрена система микроклимата, система звукового оперещения, система видеонаблюдения. Предусмотрены широкое пространство и возможность для пассажиров с ограниченными возможностями. Гибкость конструкции внутреннего салона, то есть эргономики, позволяет адаптировать электропоезд к эксплуатационным каким-либо решениям. Помимо этого, немаловажное внимание уделило безопасности пассажиров. Краш-элементы позволяют защитить как машиниста, так и пассажиров в целом от маловероятных, непредвиденных ситуаций. Безусловно, нам очень почетно быть первыми в России, кто реализует такой масштабный и значимый проект в области машиностроения. Желаю вам счастливого пути и приятного скачения. Это пока что макет. В реальности нет ни одного такого локомотива. Даже завода, на котором они будут собираться, еще нет. Он только строится. Но пройдет немногим более двух лет, и первые ласточки полетят по нашим магистралям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА